Всем привет дорогие друзья! Я только что закончил работать, время примерно половины четвертого утра, но мне есть что вам сказать, мне очень хочется поделиться с вами мыслями, которые у меня в большом количестве возникали сегодня после просмотра прямой встречи руководства Локомотива с ядром болельщиков, не со всеми болельщиками, с их ядром, но тем не менее я думаю, что можно сказать, что большинство вопросов, которые хотели задать, были высказаны, получены ли на них ответы, это уже дело второе, но по крайней мере самые животрепещущие вопросы были заданы. Я вообще в последнее время стал замечать за собой, что я в достаточно оптимистичном настроении пребываю по отношению к Локомотиву и такое я за собой давно уже очень не замечал. Даже когда мы выигрывали золото, все это времена Геркуса-Семина, все равно вокруг Локомотива творилась какая-то дичь, все время какие-то странные проблемы возникали, и это конфликтная ситуация между президентом и тренером, и абонементная программа, и все на свете. На позитивный лад не настраивали вообще никак, и собственно позитивный лад это когда тебе после сезона хочется сразу же пойти и купить абонемент на сезон новый. Тогда вот условно говоря 5 мая хотелось купить абонемент, но уже 12 мая ни о каком абонементе даже и не думалось особо. Локомотив выиграл кубок и выиграл бронзовую медаль и уже в принципе спортивными своими результатами настроил на достаточно позитивный лад, но этих позитивных результатов у нас было в последние сезоны довольно много. Главное, что меня порадовало, то что я воспринял с большим оптимизмом, это новости о том, что Локомотив действительно собирается приступить к реконструкции стадиона и всей территории вокруг стадиона Локомотив. Много раз я говорил и поднимал эту тему, что наш стадион хоть и прекрасный, хоть и красивый, но был построен в прошлую эпоху, когда стадионы были просто сооружениями, на которые люди приходят смотреть футбол и совершенно не заботился стадион об комфорте этих самых людей. Так строили стадионы в 20 веке и это было разумно. Но затем пришел век 21 и на первый план стал выходить комфорт людей. Это случилось потому, что у людей стали появляться большое количество новых соблазнов, больше возможностей провести время достойно, с комфортом, там где о людях будут заботиться. И просто так уже обычным футболом ты людей не привлечешь. Ну точнее привлечешь, но буквально на 1-2 раза, после чего они скажут нет извини, у вас конечно там очень здорово, но что-то я так замерз в прошлый раз, что я лучше пропущу. Это не единичная история, таких историй уверен, что очень много наберется среди всех ваших друзей, которых вы когда-либо на стадион приглашали. Я очень хочу реконструкции стадиона Локомотив, я очень хочу реконструкции всей территории вокруг стадиона Локомотив, потому что она застраивалась абсолютно хаотично прошлыми руководителями нашего клуба. Они выбивали какие-то небольшие совершенно деньги на то, чтобы, например, Наумов построил на месте старой малой ареной, новую малую арену, которую назвали потом Сапсан-ареной. Ольга Юрьевна заменяла купол на легкоманеж из легких материалов, легковозводимый, и этот манеж тоже вообще не соответствует никаким современным требованиям, там нету толком трибуны, какие-то маленькие ряды за воротами, за сеткой. Он сам по себе совсем не теплый, да, там в зимнее время, конечно, потеплее, чем на улице, но условия далеко не самые комфортные. Куда-то втыкивали поля дополнительные для академии, где-то появилась автошкола, ледовый дворец, интернат. Ну, интернат там давно стоит, но все, кто его видели, понимают, что здание далеко не новое. Оно, конечно, выполняет свои функции, но говорить о том, что вот это вот красивое здание и гордиться им, как, например, гордятся своей академией в Краснодаре, вообще не приходится. И эти здания, мало того, что сами по себе, да, просто самые дешевые из всех возможных, они еще и натыканы без какой-либо системы, так что огромное количество площади просто теряется совершенно без какой-либо пользы. У многих это вызвало панику. Я вполне понимаю, почему вызвана паника. Это вопрос доверия и недоверия к государству и к российским железным дорогам, как к яркому представителю нашего государства. Лично у меня никогда не было никаких проблем с российскими железными дорогами и в целом я этой компании доверяю. И еще больше я доверяю этой компании, потому что вместе с железными дорогами локомотив прошел уже более чем 100 летний путь. И в истории локомотива было очень много периодов, когда от клуба можно было просто отказаться, бросить его, переставить финансировать, потому что он не показывал никаких результатов. В него вкладывались достаточно большие деньги и никакого возврата никогда не было и быть не могло. Железнодорожники, да, российские железные дороги, это крупнейший работодатель в России, да и наверняка в Советском Союзе много было людей, которые задействованы в работе железных дорог. Не сказать, что сильно довольны тем, что РЖД выплачивает какие-то достаточно большие зарплаты футболистам. Они всегда были большие и в советское время, и в 90-е, и тем более сейчас, когда расслоение стало слишком большим. Да, то есть возможностей и желания отказаться у РЖД и до этого Министерства путей сообщения наверняка было очень много. Но более, точнее почти 100 лет они с нами, они нас поддерживают, выкладывают достаточно крупную сумму, достаточно для того, чтобы быть в тройке самых богатых клубов в России. И поэтому я, честно говоря, я не понимаю, откуда взялось все вот это вот недоверие болельщиков, что вот РЖД нас собирается кинуть, продать, избавиться, выгнать в Лужники, территорию Черкизова застроить и все такое. Особенно на фоне того, что на последние матчи стабильно приезжают Белозеров. Белозер был на финале Кубка и в целом вообще нет никакого ощущения, что РЖД, вот в данный конкретный момент, что РЖД плевать хотела на Локомотив. Оно было год назад, полтора года назад при Василии Александровичке Кнадзе. Полное ощущение, что нас бросили на растерзание сумасшедшему человеку, который живет в своем мире. Но вот сейчас, последние полгода, я наконец ловлю себя на ощущение, что наш клуб кому-то вот там вот на верхах нужен и кто-то о нем вообще начинает думать. И о нас, о болельщиках в том числе. Поэтому я в принципе не рассматривал идею о том, что вот сейчас выгонят Локомотив из Черкизова, стадион снесут и застроят его коммерческой недвижимостью. То есть это вообще не в принципах российских железных дорог, они не застраивают коммерческой недвижимостью территорию. Они ее продают, причем продают достаточно дешево, если вы посмотрите территорию на Волжской. Там тоже когда-то был стадион Локомотив, играл когда-то Рыгбийный Локомотив. Достаточно большая территория недалеко от метро, недалеко от водоема в парковой зоне. Ну или по крайней мере близко с парковой зоне. И стоимость этого участка, она составляет ну что-то около 500 миллионов рублей. Что такое 500 миллионов рублей? Это бюджет Локомотива в 10 раз больше. Один годичный бюджет Локомотива в 10 раз больше. Локомотив больше получат от розыгрыша Лиги Европы, например. В общем, РЖД просто продает эти участки и уже какой-то девелопер эти участки застраивает и соответственно с них рубит миллиардную прибыль. РЖД это вообще не про то. РЖД наоборот тратится. Если им нужно застроить, да, это вот проект РЖД Сити, который планируется возвести на территории Рижского вокзала. На него планируется потратить 70 миллиардов рублей. Вот так вот легко с барского плеча просто на трату на то, чтобы все офисные здания собрать в одном месте. И при этом это было очень красиво. Заказали какую-то понтовую японскую фирму, чтобы начертила макет. Это имиджевая история для РЖД. На нее они готовы тратиться. Потом они перенесут эти офисные здания. Те места, где раньше они располагались, тоже распродадут. Но выручить планируют едва ли там 10 миллиардов рублей, не более того. То есть потратят гораздо больше планируют. РЖД Арена это точно такой же имиджевый проект. Причем практически уверен, что о нем говорить будут больше, чем об этом РЖД Сити. А стоит он будет гораздо меньше. Ну просто потому, что футбол это такая игра, которая пускай люди и говорят, что футболом не интересуюсь. Но все равно так или иначе о футболе слышат все. И вот недавно, когда мы были в Нижнем Новгороде, я еще раз поймал себя на мысли о том, что футбол это абсолютно уникальная вещь. Когда матч Кубка России между Локомотивом, ну будем откровенно, не самой популярной в России командой. И командой Крылья Советов это вообще команда из ФНЛ. Этот матч полностью преобразует жизнь всего очень немаленького города, города-миллионника, большого мегаполиса по российским меркам. Но в этот конкретный день все дышало футболом. Все говорили о футболе, мы все знали, что в этот день футбол. И все улицы были заполнены либо болельщиками Локомотива, либо болельщиками Крылья Советов. И точно так же о новой РЖД-арене, если они ее построят, если она будет крутой, будут говорить. И говорят же сейчас о Газпром-арене, стадионе Санкт-Петербург так называемом. Точно так же я уверен, что РЖД хочет, чтобы о них говорили. И раньше говорили о стадионе Локомотив, когда он был новым, когда он был суперсовременным. Но в последнее время все стадионы, которые в Москве появлялись, стали уже более современными, более удобными, более комфортными для болельщиков. Что я думаю РЖД радовать не может. В общем, я и был уверен, и теперь еще больше уверен, что стадион Локомотив ожидает реконструкция. И переходим плавно уже непосредственно к ощущениям от сегодняшней встречи, после которой, ну, наверное, у меня еще больше радости и оптимизма появилось. Не потому, что сказал Плутник, да, не потому, что сказал Леонченко или кто-либо из руководства Локомотива. Я, наконец-то, безумно рад диалогу, который появился между клубом и между болельщиками, между ядром болельщиков. Потому что все те встречи с болельщиками, которые проходили последние 10 лет, ничего, кроме чувства стыда и кринжа, не вызывали. 10 лет назад была Ольга Юрьевна и на те встречи, в принципе, ни зачем ходить не хотелось, никакого диалога не было. Потом появился Илья Леонидович, и он пытался сделать хорошо, и в плане шоу это было хорошо, но все время Илья Леонидович скатывался на то, что вот команда, общайтесь с командой, общайтесь с командой. В то время как у людей было огромное количество вопросов именно по хозяйственной части, о которой Илья Леонидович на большую аудиторию говорить не хотел. Когда он захотел об этом говорить на маленькую аудиторию, и, к несчастью, я присутствовал на той самой встрече, это вообще вызвало чувство ужасной неловкости за то, что говорил Геркус, и за то, зачем он это говорил. Потом появился Кикнадзе, про эти встречи вообще все прекрасно знаете, и их лучше было бы вообще никак не проводить, чем проводить так, как проводил Василий Александрович. Ну и теперь встреча, которая была с командой после последнего матча с Уралом, когда встретились, просто собрали людей после матча, у сцены около южной трибуны Чарли со всеми попрощался, Гильерме толкнул речь, там Леонченко толкнул речь, Николич толкнул речь, болельщики поскандировали, поорали, и вот это вот единение, оно передавалось даже через экран трансляции Инстаграма. Еще раз большое спасибо Илье за эту трансляцию, очень жалко, что сам Локомотив ее не организовал, но это было очень тепло и очень здорово, да, пускай и немножко омрачилось, или множко омрачилось инцидентом в концовке. И после этого Локомотив забабахивает еще одну встречу уже в том формате, который я продвигал последние лет пять, наверное, когда, ну, собственно, с той встречи с Геркусом меньше, чем пять лет прошло, когда собираются люди, которые могут выразить конкретную мысль, когда они представляют какое-то количество болельщиков Локомотива у себя за спиной, они эту мысль формулируют, хорошо, спокойно задают и получают ответы, а если не получают ответы, то дожимают и еще раз переспрашивают, и еще раз спрашивают эту самую конкретику, чего очень часто не хватает в интервьюшках, да, что Кикнадзе там интервью давал, ты читаешь вопрос, понимаешь, что Кикнадзе на него не ответил, но журналист даже не пытается получить все-таки ответ на животрепещущий вопрос. Вот на таких встречах, какая была сегодня, фанаты ждут ответов на свои вопросы, и поэтому, если они этого ответа не услышали, они переспросят, а если они услышали второй раз, то переспросят в третий, и это очень здорово, и это было сегодня, и вызывало, в общем-то, ну, если не гордость, то полнейшее удовлетворение за то, как и в каком ключе эта встреча проходит. Общение клуба с болельщиками, вот именно клуба, а не команды, это важнейшая часть, и, если честно, вот реально сегодня испытывал очень крутые эмоции от того, как эта встреча проходит, пускай не обошлось без кринжовых вещей, без очень странных вещей, типа возьмите меня диктором, я умею в пиар и все такое, или рекламы своего агентства, или всяких прочих таких вещей, но этого было настолько мало по сравнению с обычной встречей с болельщиком, когда из этого стоит 99% речей, людей, которые подходят к микрофонам. Насколько приятно было сегодня наблюдать за людьми, которые задавали вопросы, которые говорили по существу за Ваней Крыловым, за Борисом, за Димой Белозеровым, и за, ну, вообще за всеми, потому что даже те люди, которые кринжевали, они в конце концов говорили это достаточно правильные вещи, и достаточно умные, и хорошо сформулированные. На которые уже, соответственно, руководству приходилось давать ответы. И здесь вторая часть, это, собственно, ответы Плутника, которые меня тоже очень сильно порадовали. Конечно, в большинстве таких животрепещущих тем Плутник уходил от конкретики, Плутник не давал никаких вот прям четких обещаний, и это хорошо, это значит, что он осознает ответственность за свои слова, чего не было у нашего предыдущего руководителя Кикнадзе, который жил в абсолютно своем мире, который противоречил сам себе на, там, буквально каждые 10 минут, и, ну, помните, на встречу он там говорил, что он не может говорить о финансах, вообще не будет говорить о финансах, а потом раскрывал контракт Гильермия, и говорил о том, что у нас 3 миллиона евро на трансферы. В общем, ну, такой вот человек был. Плутник осознает вес своих слов, осознает то, что он говорит на публику, что это записано на камеру, что его смотрят в пике, там, я видел, 3-4 тысячи человек. Это очень крутые, во-первых, цифры, во-вторых, очень крутой знак, что, по крайней мере, те вещи, о которых он сказал конкретно, можно будет с него их спрашивать, а вещи так или иначе какие-то конкретные просачивались. Что, собственно, мне не нравилось в той встрече с Геркусом на небольшое количество человек, это, во-первых, закрытость, потому что ее нужно было транслировать и показывать всем, а, во-вторых, то, что на достаточно широкую аудиторию, ведь это все разнеслось и не могло не разнестись, Геркус разрешил, в общем-то, не скрывать детали этих разговоров. Он говорил те вещи, которые не имеет права говорить руководитель большого футбольного клуба, такого как Локомотив. Плутник, дипломат, Плутник понимает цену своих слов, поэтому по каким-то вещам, понятно, да, там, по контрактам, по четким срокам реконструкции арены, по многим, реально, по многим вещам, Плутник говорил обтекаемый, достаточно хороший, приятный слух у болельщика фразы и никакой конкретики, за которую с него можно будет спросить. Там, где можно было спросить его, болельщики подлавливали, да, вот про Семина, про Май. Это, наверное, была самая такая сложная часть встречи, потому что, судя по всему, действительно, на прошлой встрече, которую никак не анонсировали и никому про нее даже не рассказывали, что плохо, надеюсь, такого больше не повторится. Действительно, скорее всего, Плутник что-то говорил про Май и решение вопроса с Семином, но вместо того, чтобы сказать, знаете, решение вопроса с Семином требует времени, это достаточно сложный человек и мы очень хотим, но пока у нас есть определенные несостыковки, но мы продолжаем и продолжаем и будем продолжать, вместо этого Плутник съезжает на тему, что, ой, нет, я не говорил, давайте поднимем видео, давайте поднимем стенограмму, ну, это какой-то прям совсем детский лепет, такого, ну, не стоит этого делать, особенно сейчас, когда действительно за каждое слово, еще раз, да, все болельщики очень въедливы и для всех эта животрепеющая тема будут его требовать, будут с него спрашивать, если в июне не будет представлена программа развития, это будет очень серьезным ударом по имиджу Плутника, если 1 сентября не будет встречи по планам, по тому, что болельщики хотят видеть на новой арене, это будет вторым очень тяжелым ударом по имиджу Плутника, у меня создалось полное ощущение, что это человек, который за своим имиджем следит и так подставляться не хочет, и, ну, человек, который бы не следил за этим имиджем, на эту встречу бы не пришел, отдувался бы один Леонченко, а Плутник бы сидел где-то у себя в кабинете и выдавал только какие-то такие общие указания, как все это должно быть, нет, Плутник явно собирается быть полностью, полностью в теме, полностью ответственный за проект реконструкции стадиона, реконструкции Баковки, Перова и всех других объектов локомотива, и это для меня это очень крутой знак, и знак того, что РЖД собирается вплотную заняться локомотивом и сделать, вернуть его, в том числе в инфраструктурном плане, на какие-то суперпередовые уровни, на которых этот самый локомотив был еще 15 лет назад. Что не понравилось, да, были, конечно, моменты, которые вызвали определенные вопросы, и честно, меня расстраивает ситуация, при которой локомотив при Геркусе делает план реконструкции арены, при Кикнадзе делает план реконструкции арены, при Плутнике делает план реконструкции арены, он об этом заявлял еще зимой, и говорил, что к концу мая получат заключение экспертов, и к концу мая выясняется, что нет заключения экспертов, и вообще нет понимания того, что с этой ареной делать. Чем вы занимались последние три года, непонятно. К этому времени, ну, 100% можно было уже четко понимать, что можно выжить из территории, которая находится в управлении российских железных дорог в Черкизово. Что можно сделать с территорией, как там можно расположить поля, как можно расположить манежи, как можно расположить интернат, есть ли там место для локомеды и школы, есть ли там место для какой-то парковой зоны и все такое. Но по ходу, вот по ходу, вот то, что я понял из этой встречи, что этим, ну, будут заниматься только начиная с сентября. Сейчас соберут, что хотят фанаты, а в сентябре уже, собственно, начнут думать и начинать и заниматься предпроектной работой, и к следующему сезону он уже закроет РЖД арену, и приступит к ее либо реконструкции, либо полному сносу и строительству нового стадиона. Я очень хотел, чтобы стадион Локомотив закрыли уже сейчас, уже сейчас приступили к работам, и мы провели бы там 3-4 года в Лужниках, но получили бы эту арену. Я верю, что мы бы ее получили. Сейчас же я так вот вижу, что РЖД арену не закрывают, закроют ли ее на следующий год, тоже уже, соответственно, непонятно. В идеале, конечно, был бы вообще весь ковидный сезон провести в Лужниках, которые бы даже с учетом карантина вмещали бы там 20-30 тысяч, то, что обычно ходит на стадион Локомотив. А этот год мы бы уже, этот год реконструировали ее. Ну вот еще на год откладываем, а там, как знать, может быть еще на год, еще на год. И, ну, как много раз говорил, да, я люблю нашу арену, но ходить туда регулярно, особенно когда погода плохая, то есть прийти вот на матч с Уралом у меня не получилось, но в целом в отличную, шикарную погоду прийти на матч с Уралом и получить шикарные эмоции, в том числе от прощания, это великолепно, и, ну, мне бы хотелось там быть, да, когда я смотрел все это по телевизору. Но когда я понимаю, да, что матч Лиги чемпионов против какого-нибудь там «Атлетика» проходит в 10 часов вечера в октябре или ноябре, я понимаю, что это, наверное, последнее место, где бы я хотел находиться прямо, ну, сейчас, это вот стадион РЖД-арена, потому что я бы замерз просто как цуцек и никакого удовольствия от футбола бы не получил, а от Лиги чемпионов вообще-то хочется получать удовольствие. Приходить туда регулярно желание не возникает. Я хочу, чтобы стадион реконструировали, я хочу, чтобы это сделали в максимально кратчайшие сроки. Конечно, ни о каком переезде в Лужники речи быть не может. Футбол локомотивский должен быть в Черкизово, должен быть на современной арене, которую заслуживают российские железные дороги, потому что, еще раз повторюсь, это очень крутая компания, которая лично меня не подводила вообще ни разу, глядя особенно на всякие европейские железные дороги, которыми пользуешься не так часто, но практически каждая поездка сопровождается каким-то просто трешаком. То поезд не приедет, то какая-нибудь забастовка, как в Германии, то откладываются поезда на 3-4 часа, как из Ламоуса в Прагу, то в принципе нет никакого расписания, как в Италии, да, какие-то электрички ходят, повезет тебе попасть на электричку. Молодец, не повезло, но сам дурак, что решил воспользоваться электричками в Италии. Короче, я доверяю российским железным дорогам, я верю, что локомотив они не бросят, я верю, что они хотят получить самую современную арену, которой можно гордиться, которую бы назвали РЖД-ареной, на которую бы приезжали всякие Ювентусы Баварии и говорили, что вау, круто, вы большие молодцы. Мне очень нравится то, что появился диалог, я надеюсь, что такой диалог будет, ну, минимум каждые 3 месяца, желательно еще чаще, да, можно не с Плутником, можно с Леонченко, можно с Кошкиным, в общем, с более такими людьми, которые отвечают за какие-то определенные направления работ, да, чтобы с ними проводились встречи, и эти встречи точно так же были открытыми. Вот еще раз повторяю, что видно, насколько болельщики локомотива готовы формулировать хорошие предложения и хорошие мысли, правильные мысли, и это не превращается в балаган. Было бы очень здорово, чтобы такое общение было регулярным, и уверен, что локомотиву это пошло бы только на пользу, имиджу всех сотрудников локомотива, это пошло бы только на пользу, и в целом мы бы получили очень и очень достойный футбольный клуб. Но я рад, что многие из моих желаний, которые я формулировал на стримах много раз, вот, и про форматы такой встречи, и про то, что стадион нужно реконструировать, и про то, что территорию нужно явно переделывать, так, чтобы все были на одной территории, чтобы на эту территорию можно было приходить, и просто проводить время в будние дни, что это все, ну, кажется, кажется, начинает реализовываться. Потому что до этого при Кикнадзе даже шансов таких у меня не было, мыслей таких не было. При Геркусе были надежды, но каждый раз, когда я его слушал, было полное ощущение, что все это дальше разговоров не уйдет, потому что придумывать проект Илье Леонидовичу нравилось больше, чем их реализовывать. Ну, про Ольгу Юрьевну вообще молчу. Надеюсь, надеюсь, что все это в итоге сложится в положительный для нас вариант, что мы получим новую арену, и мы будем гордиться локомотивом, гордиться российскими железными дорогами, и у болельщиков наконец-то пропадет это недоверие к нашему спонсору, и вот эти вот постоянные разговоры о том, что РЖД хочет сбросить локомотив, непрофильный актив и все такое, они все-таки понемногу поутихнут, потому что если уж РЖД построит новую арену для локомотива, то бросать они их точно не будут нас бросать. Все, это в принципе примерно то, что я хотел сказать.